Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот последняя декада февраля, уже пахнет весной. У нас через форточку слышно, как черекают птички, капает капель даже. И уже такое весеннее настроение, смотришь на эти посадки, душа радуется. Те, кто посадил и у кого хорошие всходы, те уже радуются. А кто еще ничего не сеял и собирается сеять для открытого грунта, всегда, ну очень часто задают вопросы, когда сеять, когда я начинаю свои посевы, когда я сею томаты, когда я сею перцы. Ну ясно, что у меня на этот вопрос ответа короткого нет. Я решила сегодня специально для вас снять видео и показать всю линейку моих посевов, вот что я делала в течение месяца, вот с 23 января начала и до сегодняшнего дня. Последний посев был 20 февраля. Я все вам покажу. И потому что, знаете, уже на протяжении многих-многих лет у меня нет одной даты посева. Я все посевы свои разделяю. Сейчас объясню почему. Потому что у меня разные условия выращивания. У меня раньше была теплица и был открытый грунт. Я разделяла. Теперь у меня теплица есть с подогревом. Это одни условия. Теплица с полуподогревом. Вторые условия. Теплица холодная, которая вообще не обогревается. И открытый грунт. Разделяю вот по этим факторам. Еще разделяю по назначению. Я же сею для получения супер раннего урожая, который мне не важно, будут они долго плодоносить или нет. Главное пораньше покушать вот эту вкусную продукцию и сею их рано. Потом сею для получения, просто для употребления в свежем виде в течение лета, вот этих крупных, здоровых таких. Потом сею для заготовок, для консервации чуть попозже. И потом еще сею для зимнего хранения. Потому что все вы видели, у меня в подвале лежат томаты. И почти всю зиму мы еще едим эти томаты. И исходя из этого, у меня не может быть одной даты посева. Вот все дальнейшее видео я сейчас вам покажу по датам прям. Когда сеяло, для чего, как сейчас выглядит. Когда сеяло, для чего, сейчас как выглядит. Когда сеяло, для чего и что получилось. Скажу сразу, ни одно растение еще не погибло, не пострадало. И первые всходы прекрасно растут. И последние, которые только-только выклюнулись, тоже выходят все. И мои семена, и которые прислали в дар, и из-за границы, и везде. Все нынче, на удивление, выросли хорошо, растут дружно. Давайте посмотрим всю линейку посевов. От самых взрослых и до самых-самых малышей. Самый первый посев был 23 января. Я говорила, что выбираю только толстоногие, которые не тянутся в рассаде. И это посев не массовый, а это исключение. Это только для той теплицы, которая у меня с подогревом грунта и с подогревом воздуха, инфракрасные обогреватели. Это экспериментально, как первый раз с подогревом грунта. Но вот они были самыми первыми. Сейчас я покажу вам, как они выглядят. Вот так выглядят первые посевы, которые у меня распикированы уже по стаканчикам. А вот так выглядят посевы из этого же лотка, которые я не распикировала, а я вот через один ряд распикировала и оставила в лотке. Как вы видите, которые я не трогала и не пикировала, выглядят намного взрослее. То есть тут мы видим на лицо, что прием пикировки немного затормаживает рост надземной части растений. Следующий по дате у меня был посев перца. Это тоже для получения раннего урожая. И два позднеспелых сорта. Я сеяла 27 января. Сейчас посмотрим, какой он сейчас. Вот перец, посеянный 27 января сухими семенами. В отличие от томатиков, он еще не распикирован. Вот последняя декада февраля, я только собираюсь сейчас его пикировать. И как вы видите, он намного меньше, чем рассада томатов. Но перцы все равно взошли все хорошо. Вот так он выглядит как раз накануне пикировки. Это первый посев перца в конце января. Следующие по срокам были посеяны тоже для получения супер раннего урожая томаты. Но если первый посев я говорила, что сеяла толстоногие, то это просто простые, которые и могут вытянуться. И вот простое строение у них. Они на неделю позже посеяны. Выглядят они совсем по-другому, не так, как толстоногие. Сейчас полюбуемся на них. Вот так выглядят сеянцы распикированные, которые не толстоногие. Тут они вместе в лотке стоят. Тут есть и толстоножки, а есть и простые. Простые вот так выглядят после пикировки. Немного повыше, чем толстоногие. Хотя они были сеяны. Короче, вот простые. А вот это, которые толстоногие, они пониже, а эти повыше. Хотя эти сеяны были позже, на неделю. Представьте, если бы я их посеяла в один срок, эти сейчас были бы, наверное, уже вот такие. И уже скоро начали бы перерастать. Поэтому я их сею всегда попозже. И самыми последними в январе я посеяла для той же теплицы с двойным обогревом томаты высокорослые, крупноплодные. Это я уже сеяла не для получения супер раннего урожая, а просто для выращивания их в обогреваемой теплицы. Выглядят они, сейчас покажу вам как. Ну, урожай первый-то получу вот с этих. А эти просто будут, ну, для простого употребления. Эти томаты сейчас у меня тоже распикированы. Проходят пока процесс реабилитации против пикировки. То есть стоят в одной паре, укореняются. Все пока идет своим чередом у них. Следующий посев у меня идет уже февральский. Вот с начала февраля я сеяла редкие экзотические сорта, несколько лотков. Шестого, седьмого, тринадцатого, еще тринадцатого. Вот это редкие. Сейчас они выглядят... Ой, подождите. Сейчас они выглядят вот так вот примерно. У них появляется один листик. Те, которые сеяла, выглядят вот так пораньше. Те, которые попозже, выглядят вот так. Видите, только-только. По-разному. Вот последние взошедшие от тринадцатого февраля у меня выглядят вот так. Так что видите, какие разные посевы. Вот эти первые, которые уже как-то похожи даже на взросленькие растения. Есть совсем... Видите, если их сравнить. Есть совсем малыши, которые только-только-только выклевываются. Вчера, позавчера я сеяла очередную партию. И буду еще сеять в конце февраля. Начну высокорослые крупноплодные для открытого грунта. В начале марта. И потом в средине марта буду среднеспелые крупноплодные. В конце марта буду сеять скороспелки. Из этого видео видно, что сроки посевов, они у меня различаются по условиям выращивания. Или для теплицы теплой, или для теплицы холодной, или в открытом грунте. И по сортам томатов по назначениям. Или я хочу получить ранний урожай. Или я просто буду вот в марте сеять для употребления летнего в свежем виде. А еще поздно, в конце марта, буду сеять томаты, которые для длительного хранения буду выращивать. Вот ответ на вопрос. Когда я сею томаты, когда я сею перцы, сею всегда. В много-много-много этапов.